А вот о сохранении комфортных условий для ветеранов в одном из челябинских дворцов культуры просят сами пенсионеры. Они обратились в нашу редакцию и рассказали, что за репетиции хора в ДК с них требуют 25 тысяч рублей. Причем занимаются музыканты в обычном кабинете. Почему так дороги песни, выясняла Ксения Кузнецова. Кто-то гости здесь с тобою, и садись стран, сестра и брат. Куплеты этой советской песни для хористов приобретают теперь совсем другой смысл. Ветераны могут лишиться своей единственной репетиционной базы. Руководство Дворца культуры решило ввести аренду за пользование небольшим кабинетом. Ценник 500 рублей с человека. А те, кто не согласился платить и ушел, напоминают эти пустые стулья. Некогда хор состоял из полусотни человек, рассказывает Валентина Казенец. Теперь же коллектив лишился своих золотых голосов. Уж слишком дорогие песни для кошелька неработающих пенсионеров. Кто хочет платить деньги? Никто не хочет платить 500 рублей. Кто не хочет платить лес рук? Пришла замдиректора, прочитала приказ. 500 рублей в месяц. Вот представляете, сумму 54 человека по 500 рублей в месяц с одного хора. Потом еще у нас есть капелла, еще у нас есть хор русской песни. Сколько это будет денег? Заплатить за аренду кабинета во дворце культуры металлургического комбината ветеранам нужно уже 1 февраля. Неплательщиков, уверяют хористы, пообещали не пускать в дворец. Их будут вычислять вахтеры по штампу в пропуске. Это инициатива завода Мечелл, объясняет сотрудник ДК. Якобы дворцу урезали финансирование. Я могу объяснить. У нас есть коллективы бесплатные? Нас кто-то финансирует? Мы являемся подразделением комбинатов. Мы сколько могли поддерживали. Сейчас финансирование сокращено. Прорваться к самому директору ДК невозможно. Сотрудники встают на защиту его неприкосновенности. С нашей съемочной группой Валерий Алюшкин соглашается поговорить только по телефону. Я не могу никакой информации вам давать, пока я не получу команду своего высшестоящего руководителя. Владимир Бугаенко металлургическому комбинату отдал 53 года. В 15 лет уже трудился у станка на нужды фронта. Дело раскроет лепечиста ливаров. Петь в хор ветеран труда пришел почти 30 лет назад. Сейчас не может поверить, что скоро придется покинуть ставшими родными стены. То, что чувствует мужчина, называет предательством. Когда директор дворца сочинил песню о нашем заводе, я пою и плачу. Потому что я вспоминаю, как я пришел с 15 лет и как приходилось на работу ходить и что выполнять. На самом комбинате на запрос нашей редакции поспешили ответить. Пока ни о какой плате и речи быть не может. Но такое решение, конечно, обдумывали. И руководство дворца могло просто поспешить с введением арендных взносов. Вот цитаты из официального ответа завода. В настоящий момент плата членов хора ветеранов не взымается. И вводить ее с 1 февраля не планируется. Вопрос частичной компенсации затрат на содержание дворца культуры за счет средств, пользующихся ее услугами коллективов, находится в стадии рассмотрения. В любом случае, речь о сумме 500 рублей с человека в месяц не идет. А это значит, ветераны, как и прежде, могут пользоваться помещением ДК бесплатно. Музыкантам сейчас предстоит готовиться к гастролям. В феврале хор отправятся в Снежинск. Ксения Кузнецова, Айдар Насыров, ОТВ.